Приветики! Пойдёте сделать себе чашечку кофе или чая, сегодня будем собираться вместе и болтать. Я планирую записать несколько роликов, поделаю с вами поговорить о комментариях, о всём, что вы мне пишете. Давно такого не было. Я планирую сделать отдельный ролик, который будет называться «Негативные комментарии». Кадоксально это не звучало, но любой человек, любой блогер намного сильнее реагирует на негатив, нежели на позитив, потому что, когда тебе пишут что-то хорошее, ты такая сразу «Ой, спасибо, класс, блин!» Мне там написали, что я сегодня хорошо выгляжу, ты так зарядилась, тебе так сразу хорошо стало. И тут сразу один какой-то чёрт тебе бомбанёт какую-то херню, и всё, опять целый день пошёл на смарку. Сейчас я наношу на себя корейский праймер от Елизавета. Он невероятно хороший, он очень нежный, лучше, чем даже увлажняющий крем, потому что в них в основном содержится некоторая часть силикона. Закрывает ваши поры. Можно также показать, как я готовлю для себя тональную основу. Собственно, праймер. Я всё делаю на глаз. Крашусь я довольно-таки редко, но в последнее время начала краситься, и по ходу видео расскажу вам почему. Биби-крем. Корейский Биби-светлый крем. Хайлайтер Малева. Я его купила по рекомендации. Часто на YouTube вы можете попадать на ролики проплоченные, которые вам хоть-не хоть выбиваются, и там, получается, идёт рекомендация какого-то блогера или какого-то канала косметического, уходового, там вещи, шмотки, всякое такое. На одно, собственно, видео, и там очень хвалили этот хайлайтер от Мальва, я его купила. Я вам скажу, такое. Такое никакое. Водная масса. Цвет, который, как вы можете заметить, мне максимум подходит. Это, конечно же, всё дело практики. Смешивание на глаз. Обязательно быть химиком. Хотя бы чуть-чуть быть недальтоником. Все люди пользовались руками. Я руками наносить тональный крем не люблю. У меня длинные ногти, и он постоянно забивается под ногти. Я потом трачу больше времени, пока очищу ногти. Метить сегодня моё лицо выглядит абсолютно иначе, нежели выглядело на предыдущем видео по поводу одежды. Мне уже там написали, что... Вот и сделала с лицом. Ты что, наколола его? Люди добрые, у меня нема столько бабла, чтобы каждый новый ролик накалывать себе морду, честное слово. Морда у меня там опухшая, потому что я нарастила ресницы у своей подружки. Всегда наращиваю уже 4 года у одного и того же мастера. Но моя Надечка уехала на моря. А у меня уже начались проблемы с поданием волос на глазах. И моя хорошая подружка пришла к курсу и предложила мне сделать коррекцию. Она это сделала. Получилось довольно неплохо. Даже очень хорошо. В общем, мне всё понравилось. Да, уже после коррекции моей подружки тоже ресницы потерялись. Я решила прийти к ней на полное наращивание. Но, к сожалению, она не смогла мне его сделать хорошо. Очень-очень мало ресниц на глазах. Ужасно мало. И мне нужно делать прям такой Голливуд. То есть, чтобы в одном пучке было как минимум 8 волосинок. И чтобы эти пробелы все... В общем, она ещё... Она, конечно же, научится. Но пока у неё это не очень хорошо получается. Она меня очень сильно намучила. Очень много наложила мне клея. Она старалась как могла. Я её прекрасно понимаю. Да, мы уже закончили эту процедуру, которая была около 2,5 часов. Уже устала просто лежать. И я такая говорю, что... Ну, всё, всё, типа, хватит. Давай уже сколько там их есть, пусть будет. Я уже очень сильно устала. Я встаю, смотрю в зеркало, а я ещё и заплакалась, потому что у меня этот клей в глаза позаходил. Они все посклеивались. Мы с ней вдвоём чуть не плачем. Я говорю, бери всё и снимай. Там налаживается специальная такая жидкость, которая растворяет этот клей. И ресницы, собственно, отпадают. Она говорит, нет, мы и так тебя намучили. Сейчас, если мы тебе этот ремувер наложим, то, ну, короче, борода будет тебе. Я вчера снимала видео с запухшей мордой, просто обыкновенно запухшее от наращивания, потому что вот такая вот ситуация. В пятницу я иду к своему мастеру, мы будем снимать все мои ресницы, которые на данный момент есть. И Надя мне будет делать так, как она мне всегда делает. Думала снять их абсолютно, но я не представляю себя без ресницы. Сегодня уже опухоли эти все попроходили. И, конечно же, видно, что морда у меня ничем не наколенная, такая, какая была. Налочку я нанесла. Сейчас вот таким вот спонжем я выбью, чтобы забрать этот жирный блеск. Девчоночки, если у вас нет времени ездить по магазинам, и вы очень сильно любите покупать все намного дешевле, получать приятные бонусы от своих покупочек, нет ничего проще, чем просто скачать приложение, которое называется SmartySale, на свой мобильный телефон или компьютер зарегистрироваться и покупать через эту умную программку. Все денежки будут возвращаться вам на счет, вы будете получать огромные-огромные скидочки, получать еще очень-очень хорошие бонусы. По ссылочке внизу переходите, закачивайте себе, это супер приложение, экономьте на ваших покупочках. Более 5000 моих подписчиц уже пользуются этим сервисом. Сейчас буду оформлять брови, у меня карандаш, мальва, самый нормальный, самый дешевый, самый жирный, самый нормальный и коричевый. После иголок меня обкидало очень сильно прыщами, прыщ здесь, прыщ здесь, прыщи здесь. Нормально, говорят, когда после иголок начинает цепить прыщами, это типа, это значит, что организм очищается, все токсины выходят, поэтому и на спине, и там у кого везде выскакивает, у меня то на лице высыпало. Брендовые, например, моменты, которые ролики набирают огромное количество просмотров, например, там говорят незнаменитые блогеры, обсуждают знаменитых блогеров. Для чего это все делается? Когда вбивается в поиски знаменитый блогер, выскакивает куча других менее известных, которые доносят до общественности свое мнение, которое нафиг никому, в принципе, по сути, не нужно. Потому что я считаю, если ты сам как человек не есть интересный, то слушать тебя, когда ты обсуждаешь интересного человека, не всегда правильно. Я, например, не хочу к такому опускаться. Замять рейтинг за счет какой-то дурости, какого-то трэша. Вот бывает, заливают ролики, они называются вирусные ролики. Это когда какая-то песня снимаешь на нее, какую-то тупость такую там. Тем, что у меня моя целевая аудитория, это уже взрослые женщины, уже такие с 25-45 лет, это уже такая категория, очень быстро взлетает молодежь, вот эти там 17-19 лет, потому что, как я уже и повторюсь, на ютубе основная аудитория это молодежь. И каждая взрослая женщина, придя с работы, покормя своих детей, мужа, имеет время зайти на ютуб и посмотреть какой-то ролик. Скажи, вот Юлькины истории я раньше снимала. Мне их было проще снимать из-за того, что я знала, что меня никто не смотрит с моего города, понимаете? И я могла обсудить какую-то тему. А сейчас, когда моя целевая аудитория, если они набираются только из моего города, для меня как-то это, ну, не то, что я боюсь, а это уже некорректно. Хотя все мои истории, которые я рассказывала, я ни слова не соврала, и, в принципе, я бы сказала это так же самое еще раз, и в глаза, и куда хочешь. На иголке вчера ходила в спортзал, 45 минут побегала, и у меня так болело сердце, что я думала коньки откину. Вчера напилась таблеток. Кстати, если вы знаете, что делать, когда сердце колет, то напишите мне, а то у меня очень знающая и умная аудитория, я бы это так назвала. А брови я сегодня, конечно, запердолила на ура. Ничего, я их потом пудрой взбрызну, и они станут не такие яркие. Постоянно предлагают. Сделай себе ботекс, потому что у тебя лоб вот так вот морщится. Меня, например, он совсем не смущает. Хосе морщится. Хосе морщится! У тебя одна бровь шире, вторая уже. У меня брови одинаковые, просто из-за того, что у меня очень подвижная именно левая бровь, когда хочу-не хочу, я вот разговариваю, и вот они у меня вот так вот постоянно двигаются, и вот это вот часто поднимается, поэтому кажется, что асимметрия. На самом деле никакой асимметрии нету. Они очень-очень одинаковые относительно. А даже если они чуть-чуть и разные, это нормально. Если строение человеческого лица относительно своей оси, то оно в любом случае разное. Это знают все. Моя палеточка, сейчас только о ней пользуюсь. Это Анастасия Беверли-Хиллз. Если вы не смотрели предыдущий мой ролик, где я показывала всю свою новую косметику, ссылочка, сейчас выскочит вам подсказочка. Ну и, конечно же, ссылочка на магазин, где это все заказывала, будет в описании. Еще хотелось сказать по поводу колечка вот этого. Девочки, ссылочку я вам на него не оставлю, потому что я его покупала в магазине ювелирном. И данный магазин, именно сама хозяйка, я так поняла, что у нее муж ювелир. И они делают сами эти изделия. В одном экземпляре можно, конечно, сделать копию, но опять же таки, то есть ссылочки на них нет. Я еще не такой модный блогер, чтобы мне золото на рекламу присылали, знаете. В праздал я не пойду, потому что вчера у меня болело сердечко. И в серединку я поставлю светлый оттеночек, очень красивый, очень нежный. Люблю я яркие вещи, но вот такой вот я человек. Нравится мне, когда ярко, нравится мне, когда необычно. Я не могу одеть обыкновенный свитер с какой-то гамашей, понимаете. Джинсы, ну я не знаю, балетки с бантиком каким-то. И вот не могу я, не нравится мне. Ну вот как объяснить человеку, что тебе это не нравится? Не потому что ты хочешь выделиться, не потому что ты хочешь закричать о себе. Вот вообще не хочу. Не люблю, когда на меня смотрят. Я вообще стала ужасной социофоб. Я людей, чем больше живу, я тем больше начинаю ненавидеть людей. Как бы парадоксально это не звучало. Мне как-то мои видео, общение с вами намного, блин, приятней, чем общение. Ну не общение, я не знаю, все какие-то такие злые. Или мне так кажется. Я не знаю, с чем это связано. Но у меня какая-то прям социофобия начинается. Я прям выхожу, и меня все дротуют. Я никому никогда не грублю, не хамлю. Я всегда со всеми стараюсь поздороваться. Вежливо на кассе сказать спасибо до побачения. Ну, я не знаю, какая-то... Депрессия, депрессия. Сажу на те иголки. Вроде бы ж никому ничего плохого не сделала. Все начинают на тебя смотреть. Ну, понятно, что ты заходишь, на кого-то надо смотреть. Телевизор там не висит, и в любом случае ты начинаешь смотреть на людей. Ну, ёб твою мать, ну у людей должна быть какая-то солидарность. То есть, если кто-то зашел, ты на него посмотрел и опустил себе глаза. Что ж, блядь, палить такого? И ты уже сел, разделся, а то глаз не сводят. Ну, это какое-то не то, что не воспитание, я хер его знает. Вообще никакой человеческой солидарности, как это правильно сказать. Толерантности, вот, вспомнила. Ужас один. Ненавижу вот это большое скопление народа, терпеть не могу. На старости лет уеду где-то жить отшельницей в какую-то тайгу. Накупляю себе кучу платьев в блестках и буду там в лесу валяться в них. Чтоб меня никто не видел и не заебывал. Сделала ролик, всю информацию прочитала, картинки, все порасставляла, все как положено. Думаю так, чтоб уже не обосрали, придерутся к любому слову, вы понимаете? И сковеркают, на чем свет стоит. Уже постаралась и сделала. Все, все равно галимо. Уже галимо, потому что ты неестественная, все, тебя сотреть больше не буду. Впечатление, что вот только сиди, матюкайся, как будто никто больше в жизни матюком не слышал, знаете? Видеоблогеру заплати рекламу. Хорошая идея. Возьми видеоблогеру, заплати рекламу, он тебе типа сделает рекламу, добавятся люди. Дешевле заплатить ютубу рекламу и будет тебя раскидывать везде, чем заплатить какому-то одному человеку. Потому что у всех разная аудитория. Толку с этого никакого все равно не будет. Это доказано. Я когда мне пишут, например, девчонки, которые молодые блогеры, открывают канал. Я тоже молодой блогер, попрошу заметить. Я никогда себя не позиционирую как звезда. Никогда такого не было. Типа сколько у тебя будет стоить рекламы? Я говорю, что именно там, например. А вот я открыла свой канал. Можно типа там как-то меня пернуть? Пернуть. Как-то пернуть. Ну типа рассказать обо мне. Я всегда без прибыли даже деньги за это не беру. В свое время тоже очень шикарное видеоблогер Евгения из Санкт-Петербурга. Кстати, если вы еще ее не знаете, ссылочка будет в описании. У меня было вообще три человека или четыре. Она меня сама лично просто нашла, хотя она намного известнее меня. И она просто себе посоветовала, потому что она меня, я ей нравлюсь, знаете, вот как я веду. И от нее начали добавляться ко мне люди и писать, что они меня как бы по ее рекомендации. Я даже о ней не знала. Я зашла на ее канал, думаю, капец. Вот это прям еще один человечный человек со всех человечных, кого я встречала. Мне так было приятно, я прям, ну я не знаю, очень мне было приятно. Но сейчас Евгения более в инстаграме, потому что у нее сейчас там более активнее развивается канал в инстаграме. Она идет, она выступает как бьюти-блогер. У нее очень много уходовой косметики, поэтому если вам интересно, так же оставлю ее инстаграмчик. Привожу Злату и никогда никого не замахиваю, знаете. Вот привела, здравствуйте, здравствуйте, переодела там и ушла. Не вешу на ушах там, а что у вас сегодня на обед, а что у вас завтра на завтрак, а что у вас там еще. Короче, боже, какой классный хайлайтер. Гляньте, как нос засвечился. Я надо его стирать кусок, а то реально вороны. Никогда никого не замахивала, знаете. Думаю, они и так бедные, задроченные, что их там лишний раз мракоборить. Все нормально, все, типа, хорошо. Короче, думаю, не буду их задрачивать. То уже дошло до того, что они уже, говорит, со мной постароваться перестали, вы понимаете. То есть я уже захожу в группу, сама к ним подхожу, сама, ну, а заходит кто-то другой в группу, то есть других родителей. Они выходят, все нормально, здороваются, типа, а я уже вообще не котируюсь ни разу. Типа, зашла как будто, чмойкой зашло, знаете, типа, вот такого плана. Типа, все остальные нормальные люди, нормальные родители, а я вообще не пойми, что сюда пришла, знаешь. Типа, а, ну, завела, то завела, типа, хер с тобой. То я сейчас уже тоже думаю так. Наверное, они себе решили, что если я постоянно за златую, не замахиваю их, типа, не запретую, там, это все, знаешь, типа, мне пофиг, и вообще, ну, мне нафиг ничего не надо. На самом деле, мне это все надо. Я просто подхожу, если меня интересует, что у нас сегодня кушала, висит меню, я могу это прочитать. Я просто не люблю их отвлекать, потому что у них очень, я считаю, тяжелая работа с этими детьми, еще и кучей детей, за целый день можно чокнуться, знаете. Уже как-то так на меня хрен подзабили, смотрите, я такая думаю, ну, нифига себе, ну, капец, ну, вот хочешь человеку не навязываться, не замахивать, быть, вот, просто, здрасте, здрасте, вот, как-то вот так. То, почему я не родилась наглой? Вот, блядь, у меня все есть, понимаете, и ум, и красота, и харизма, блядь, и чувство юмора такое, даже вообще ничего, ну, наглости нету, вы понимаете? Лучше бы мне наглости дали, я бы далеко пошла, серьезно. Я теперь прихожу и начинаю. Здравствуйте, а шо вы сегодня ели? А скільки у нас ела? А шо у нас сегодня пыла? А-та-та-та-ра-та. Короче, если вам не нравится всех, кто вас окружает, возможно, проблема вас. Помада, короче, у них вообще не в цвет. Не, помада эта голимая, надо ее стирать. Так, ну, я уже ее стеру потом. Она будет такая коричневая, типа песочная, вот, под мой мейк, а ведь она таким серым отдает, не подходит сюда вообще, перекрасить надо будет. То, к чему я вела? Желаю вам, девочки, наглости, отстаивать свою точку зрения, идти по головам к достижению ваших целей, вбиваться на пролом, потому что никогда всем хорошим не будешь. Короче, закон джунглей, наверное, начинается. Ой, сейчас читаю книжку очень интересную. Елена Байда «Достучаться до весны». Это львовская писательница. История про взрослую пару, которая потеряла свой пыл и жар в отношениях. И как вот они любят друг друга до сих пор, но почему-то страсть ушла. И вот они в погоне. Я еще, конечно, не дочитала. Интересно дальше, что там будет. В общем, очень захватывающий роман. Так что, если вам интересно, вы любите книжки, в описании ссылочка будет на эту книжечку. Люблю, целую. Наболтала уже на минут сорока. Пока.